Всем привет! На прошлой неделе вышла сборка Windows 10 под номером 16215. Давайте посмотрим, наконец-таки, что она нам привнесла. Итак, первым делом хотелось бы отметить добавление акрила, который по существу является эволюцией прозрачного интерфейса некоторых элементов Windows 10. Но, честно говоря, выглядит это не впечатляюще. Дело в том, что новая прозрачность имеет меньшую прозрачность, как бы это странно не звучало, при этом на фоне еще есть некий шум, который, как мне кажется, портит эффект прозрачности. Что пуск, что центр уведомлений выглядит, на мой взгляд, ужасно. Я понимаю, что инсайдеры просили везде добавить прозрачность, но мне кажется, что в пуске и центре уведомлений могли бы этот акрил и не добавлять. Система из-за этого теряет свой строгий вид. Да, Fluent Design немного перевернул наше представление об интерфейсе Windows, но нельзя злоупотреблять этим акрилом. Иногда нужно сказать нет фанатам продукции Microsoft. Windows 10 это не только операционная система для развлечения, но и для работы, и лично мне кажется, что такой дизайн просто казуаливает систему. Да, упрощение идет на руку тем пользователям, которые с компьютером очень плохо дружат, но когда после каждого обновления меняется дизайн и расположение объектов, то здесь уже также будут возникать сложности у простых пользователей. Возможно, объединение всех устройств в одну экосистему под единой ОС не самая лучшая затея, так как все устройства разные. Одним устройствам нужна максимальная простота, при этом система должна быть хорошо адаптирована под сенсорные устройства, если мы говорим про смартфоны и планшеты. Другие устройства, к примеру, ПК и ноутбуки, больше адаптированы под классическое управление с клавиатурой и мышью. Не забываем также про Xbox One и ее геймпад, которым также должно быть удобно пользоваться на консоли. Еще есть виртуальная реальность, там также своя оболочка. По идее, Андромеда должна и решить эти проблемы, но на практике мы видим, что не все так радужно получается. Да, единое ОС это замечательно, но в нынешних реалиях это реализовано на низком уровне. Примерно еще лет пять будет такой разрыв с системами, но возможно я ошибаюсь. Скажем так, это был крик души и не более. Я, кстати, не могу представить, как будет выглядеть акрил в приложении Параметры. Что-то не подсказывает, что первые его версии будут не очень. Кстати, в предыдущей сборке Windows 10 под номером 16212 был замечен новый центр уведомлений, который намного компактнее нынешнего центра уведомлений. Скорее всего, его готовят под обновленный интерфейс системы. Далее у нас идут изменения для браузера Edge. Теперь можно без проблем закрепить вкладку из браузера Edge на панели задач. Также Edge обзавелся поддержкой полноэкранного режима. Его можно активировать при нажатии на кнопку F11 или из меню настроек браузера. Странно, что такие элементарные функции появились только сейчас. Microsoft продолжает из браузера делать своеобразный ридер. Теперь при чтении книг вы можете делать различные пометки. Плюс ко всему этому браузер стал стабильнее. Добавились плавные анимации, переходов и прочее. Обновилась функциональность картаны. Я знаю, как вы любите слушать про изменения для картаны. Обновление для картаны должно в первую очередь коснуться самого интерфейса. Сейчас картана воспринимается в большинстве своем как поисковый движок и не более. Новая версия должна поменять отношение к данному ассистенту. Также, согласно информации Пола Тарата, картана изменит свое местоположение. В будущем она должна будет находиться справа в трее. Также добавятся умные ответы, как в Google Allo. Еще картана научилась по вашим изображениям узнавать какие-то события. Появилась функция Лассо. Обводите какую-то информацию и картана предлагает дальнейшие действия с ней. Обновилась виртуальная клавиатура. Теперь она имеет функционал мобильной клавиатуры с ее быстрым свайп-водом. Работает только на английском языке. Также обновились смайлики, где можно теперь задать тон кожи. Была усовершенствована технология рукописного ввода. Теперь она лучше распознает написанный текст. Система понимает подчеркивание, разделение, зачеркивание и так далее. Функция поделиться теперь позволяет поделиться ссылкой. Ого, вот это апдейт. Приложения фотографии, музыкогрув, кино и ТВ теперь имеют возможность сканировать ваши накопители на поиск мультимедийной информации. После сканирования вам будет предложено добавить их в библиотеку данных приложений. Если у вас монитор с поддержкой HDR, то вам станут доступны новые настройки цветопередачи. При выборе приложения теперь также можно посмотреть и ассоциированные форматы файлов к ним. Игровая панель вскоре обзаведется отдельной кнопкой для включения игрового режима. Ожидайте ее в новой сборке. Появилась возможность делать скриншоты с поддержкой 4К и HDR. Обновился стриминговый сервис Beam. Теперь он называется Mixer. Были улучшены настройки битрейта, распределение аппаратных ресурсов, добавили поддержку языка трансляции. Для запуска под системой Linux теперь не требуется активировать режим разработчика. Теперь запустить оболочку Bash стало намного легче. Был улучшен функционал для людей с ограниченными возможностями. Новые профили позволяют выбрать оптимальный цветовой фильтр для людей, у которых проблемы со зрением. Также обновлены функции ночной свет и люди. Исправлены некоторые ошибки, интерфейс стал более интуитивно понятным. Также стоит отметить, что Microsoft анонсировала новую версию Скайпа, которая слегка возвращается к модерновому стилю Windows 8. Новый Скайп выглядит потрясно и многообещающе. Его теперь называют аналогом Снэпчата. Еще в новой сборке вернулась функция файла по запросу из облака OneDrive. Теперь, чтобы открыть какой-то документ или файл, вам не нужно его и все остальные файлы закачивать на компьютер. Вы, по сути, можете пользоваться с ним удаленно, без необходимости загрузки его на ПК. В параметрах во вкладке Система заметил функцию удаленного доступа. Не знаю, как она сейчас работает, но она есть. Во вкладке Игры появилась функция Монитор игры. Здесь также без понятия, что это такое. В следующих сборках, думаю, все станет на свои места. В разделе Персонализация появилась вкладка Воспроизведение видео. Видно, этот пункт является основополагающим для некоторых приложений, хотя и есть функция HDR стрима. На этом, думаю, можно и закончить с изменениями сборки 16215. А то, я так полагаю, это вечно может продолжаться. До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!